здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 27 марта негативный день который может все испортить в сегодняшнем видео если узнаете воскресенье 27 марта управляем и неблагоприятными 25 лунными сутками не лучшее время для любой деятельности медлительность пассивность характерны для этого дня станет причиной неудач вызовет усталость при любых энергетических затратах посвятите это время отдыху отложите важные дела в сторону день не несет ярко выраженного негатива но его энергии практически на нуле поэтому при любой значительной активности неудачи станут преследовать вас по пятам чтобы избежать неприятностей следует не суетитесь смотрите на мир с улыбкой и самое главное не участвуйте ссорах или конфликтах даже незначительная агрессия приведет к упадку сил и обернется ухудшением самочувствия также сегодня запрещено проявлять угробную физическую силу эгоизм и амбициозность не ждите важных и значимых событий это период покоя и отмирания от жившего в отношениях с окружающими проявляйте чуткость и миролюбие иначе появившаяся отчужденность продержится длительное время и помешает вашим планам будущем прислушайтесь к себе если во время разговора с близким человеком вы замечаете внутреннее беспокойство или дискомфорт проанализируйте свое поведение скорее всего вы чем-то обидели собеседника продемонстрируйте свою симпатию извинитесь за резкие слова и вы тут же почувствуете как неприятное ощущение отступает постарайтесь выспаться не напрягать организм физическими нагрузками выделите как можно больше времени на отдых займитесь духовными практиками медитации обратите внимание на состояние здоровья позаботьтесь о правильном питании исключите из рациона тяжелую пищу если вам предстоит работать 25 на сутки не начинайте новых проектов перенесите на следующий день подписанием важной документации или сделайте это накануне избегайте деловых переговоров неудача обернется попытка сменить работу или получить прибавку к жалуне также не стоит проводить презентации и различные акции общение с коллегами или друзьями будет складываться не самым лучшим образом поскольку энергия бывающей луны угасает процессы замедляются и проявляющиеся связи с этим осталось не способствует коммуникациям поэтому сократите общение до минимума лучшим времяпровождением будет умственная деятельность или реализация творческих порывов займитесь самообразованием изучите новинки занимаясь домашними делами отдайте предпочтение несложном занятии наведите порядок протрите пыль разберите старые вещи и выбросьте то что пришло в негодность покупать что-либо новое в этот день нежелательно даже если вы запланировали приобретение заранее лучше посетить магазин другое время вещь купленной сегодня может оказаться неисправны кроме того имеется вероятность ошибки или мошенничество по этой же причине следует избегать инвестиций заключение новых контрактов и любых других операций с деньгами энергетика суток направлена на созерцание поэтому пользу принесут неспешные прогулки по парку начните утро с души или ванна чтобы смыть себя усталость если с этим не справился ночной отдых кроме того сегодня полезно заниматься медленными и спокойными упражнениями идеально подходит для этой цели техники йоги лучшее время чтобы отпустить прошлое извлечь уроки и совершенных ошибок заняться самопознанием прислушиваясь к внутреннему голосу вы обретете мудрость научитесь ставить свои интересы на первое место это поможет сосредоточиться на главном обрести внутреннюю гармонию и продумать планы на ближайшее будущее положение он и созвездия водолея усиливает чувствительность и провоцирует перепады настроения энергичный знак зодиака требует от вас перемен и активных действий на которые сегодня просто нет сил что вызывает внутренний конфликт и раздражительность чтобы хотя бы немного снять напряжение займитесь планированием творческой деятельностью или самообучение сегодня вы можете увидеть яркие запоминающиеся сны но не стоит ждать от них важной информации в редких случаях они могут предсказать какие-либо незначительные события ближайшего будущего если же после пробуждения вы испытываете страх или подавленность примите душ чтобы смыть негатив и стоя под струями воды скажите солнце зашло а мое сновидение в ночь ушло пассивность и медлительность этих суток не способствует рабочим процессом наилучшим решением будет взять выходной если такой возможности нет постарайтесь не заниматься ничем важным внимательность сегодня практически на нуле поэтому сосредоточьтесь на чем-то одном и обязательно делайте паузы на отдых чтобы избежать ошибок негативных последствий связанных с упадка 7 удастся избежать творческим людям день не подходит для дружеского общения и романтических встреч угнетенность провоцированы этими сутками заставляет стремиться к измененности часто даже присутствие любимого человека рядом вносим дискармонию поэтому не назначайте на этот день свидания проведите время в одиночестве или уютном молчании рядом со своей второй половинкой ну а по народным приметам в этот день отмечают венедиктов день появившиеся на свет 27 марта считаются творческими и артистичными натурами они с легкостью усваивают новые знания и постоянно ищут вдохновение стремясь как можно шире познать всю яркость жизни не бояться иметь собственное мнение и при случае выражают его открыто и смело прекрасно находит себя в предпринимательстве или юриспреденции но их талисман тигровый глаз самым главным запретом этого дня считался взгляд в зеркало наши предки предполагали что именно в этот день отражение зеркального мира опустошает человека и отнимают у него все блага здоровье силы энергии по этой причине зеркала в доме либо прятали либо просто в них не смотрелись больше всего опустошение боялись старики силы которых и без того были на исходе многое можно было испортить благодаря своему языку из-за этого старались придерживать его за зубами и не говорить лишнего ни чужим ни близким желающим избавиться от лишних килограммов садились на диету именно с 27 марта согласно примете если начать следить за питанием с этого дня то можно достичь хороших результатов в этот день не рекомендуется осуществлять энергозатратные действия и проводить более одного обряда в этот период наибольший эффект принесет все что направлено на самосовершенствование вы можете похудеть с помощью волшебства стать привлекательнее оставить прошлом неприятностей чтобы избавиться от проблем эта практика проводится строго на убывающей луне вечернее время вам понадобится свеча ручка и лист бумаги после того как стемнеет останьтесь в одиночестве откройте окно далее зажгите свечу когда вы зажгли свечу вы должны сказать такие слова как ты его на убываешь так и беды пусть мои тают говорим один раз далее на листке бумаги вы должны написать все свои проблемы все неприятности то что у вас происходит от чего вы хотите избавиться далее когда вы все написали вы должны этот листок сжечь и пока он будет гореть скажите такие слова огнем себя очищаю неприятности сжигаю жизнь с чистого листа начинаю горести уходят меня больше не беспокоит говорим три раза все лист когда полностью сгорит соберите пепел и развейте по ветру все такой метод позволяет избавиться от многих проблем если вас беспокоит лишние килограммы если вы не хотите садиться на диету то проведите эффективную практику также дождитесь вечера затем вечером обязательно принимаем теплый душ и когда вы его будете принимать перед тем как принимать душ скажите такие слова как вона красавица на небе сияет внимание привлекает так и я стану всех милей красивей до стране водой и жир смываю красоту оставляю говорим один раз и далее принимаем душ все осмотрите как вы будете худеть и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговариваем такие слова вселенной мне помогает и счастье мне подарит вот говорим один раз и вы посмотрите что в вашей жизни обязательно будет много счастья